ДЕКОДИНГ КИНО Объяснение Интерстеллара, дебютная работа на канале, до сих пор является одной из самых просматриваемых. А для новоприбывших зрителей хочу уточнить, что в таких видео я разбираю сюжетные линии и сценарные повороты, дешифрую символизм, копаюсь в режиссерских отсылках и пытаюсь прийти к своему пониманию замыслов неоднозначных и сложных картин. В этой рубрике я делаю разборы фильмов, а не обзоры или рецензии на них. Само собой, в нее попадают в основном так называемые «церебрал мувис», провоцирующие дискуссии, подталкивающие к размышлению глубокие и порой запутанные произведения важнейшего из искусств. Флагманом данного не жанра, а скорее виды или рода, если можно так сказать, кино, является, конечно, sci-fi, матрица, солярис, космическая одиссея, бегущий по лезвию и другие. Но интеллектуальное кино можно обнаружить и в драмах, например, вечное сияние чистого разума, детективах, как мементо, и триллерах. Признанным мастером последних и является Дэни Вильнев, на плечи которого, кстати, возложена ответственность за грядущий в 2017 году сиквел Блэйд Раннера. Разбор его психологического саспенса Enemy, враг, также имеется у меня на канале. По традиции без этой фразы не обойтись, впереди кошмарные спойлеры. Поэтому, если вы еще не ознакомились с картиной, то отправляйтесь в кинотеатр или дождитесь начала продаж лицензионных копий и при желании возвращайтесь к моему декодингу. Теперь давайте перейдем к пошаговому, детальному изучению первого переведенного в плоскость лингвистики контакта с внеземным разумом. По ходу повествования я буду раскрывать каждую важную деталь, фразу и символ, которые с изобилием, но не всегда на поверхности, наполняют эту работу Вильнёва. Картина открывается фантастической музыкой Макса Рихтера, которая на секунду могла перенести кого-то на остров проклятых. Живописным видом из окна дома героини Эми Адамс, лингвиста Луис Бэнкс, двумя бокалами вина на столе и ее размышлениями. Странная штука. Память. Работает не так, как я думала. Мы все в плену ухода времени. Когда она берет свою дочку-младенца на руки и играет с ней позже на берегу, на безымянном пальце у нее видно кольцо «Ребенок рожден в браке». Но она помнит и другие моменты признания в любви и в ненависти, утешения, счастья и горе, когда у дочери диагностируют какую-то болезнь, от которой она в итоге скончалась. Просьбы у бездыханного тела вернуться к ней. Слезы и уход по коридору больницы под фразу «С тех пор время перестало иметь для меня значение». Этим завершается трагичный пролог. В оригинале эта реплика звучит так. «Сейчас я не уверена, что верю в начало и концы». Самой первой же репликой в фильме была «Раньше мне казалось, что это начало твоей истории». Здесь я сделаю первое отступление. За пару минут Вильнев смог описать то, что будет происходить с сознанием Луис в оставшиеся два часа хронометража. Но мы, зрители, этого пока еще не знаем, потому что пролог интерпретируется нами, и это логично, как воспоминания из прошлого. Но зрителям данного декодинга уже очевидно, что это не флешбеки, а видение ее будущего, которое отныне я буду по аналогии с перемоткой назад называть флешфорвардами. Режиссер мастерски запутывает нас, показывая преподавателя университета, которая не проявляет должного любопытства к скоплению студентов, ведь ее мир, кажется, остановился со смертью ребенка, будто погруженная в себя механически направляется к аудитории. Там мы впервые узнаем из новостей о появлении кораблей пришельцев в разных точках мира. «День, когда они прибыли, повлиял на жизнь всех», звучит голос героини. В оригинале же это день, который определяет твою историю вне твоей жизни. Ее одиночество подчеркивается и на следующие сутки. Она оказывается единственной, возможно, даже во всем вузе, кто приходит на лекцию. Еще один аргумент в пользу того, что после произошедшей трагедии и распавшегося брака, ведь на ее руке уже нет кольца, она, как и многие, пытается найти пристанище, отдушину в работе, каждое утро просыпаясь одна и спеша покинуть дом, наполненный скорбью. Там же она сбивает с толку, а точнее еще сильнее убеждает в изначальной трактовке событий звонок матери, которая беспокоится за Луиз, как может показаться из-за тяжело переживаемой смерти ее дочери, своей внучки. «Ты знаешь меня, я все так же, все в порядке, перезвоню позже». Апатично отвечает по телефону Луиз. В кабинет заявляется полковник Уэббер. Она когда-то переводила для американской разведки с Фарсии, помогая военным в разрешении конфликта в Иране, однако она не согласна с теми насильственными методами, которые были применены против восставших. Гуманизм ее натуры заставил пожалеть об этой работе и, возможно, почувствовать ответственность и вину за произошедшее. Он демонстрирует ей записи, сдаваемых пришельцами звуков, просит ответов, но это невозможно сделать без визуального контакта с говорящим. Необходима так называемая полевая лингвистика – изучение описания живого языка, не являющегося родным для исследователя, на основании общения с носителями изучаемого языка. Без нее здесь не обойтись. В качестве примера и, несомненно, удачного она приводит слово «гавести» – «война на санскрите», означающее «я желаю больше коров», чем попадает в точку, убеждает полковника, что такое недоразумение в истолковании хотя бы одного слова не должно стать причиной этой самой войны с технологически превосходящими человечество существами. В вертолете, забирающем ее с заднего двора дома, мы знакомимся со вторым участником будущих переговоров – ученым Иеном Доннелли, который уже ознакомливается с ее книгой и цитирует предисловие «Язык – это первое оружие в момент конфликта». И это первый пан фильма «Игра слов». На английском языке он произносит «Язык – это первое оружие, которое привлекается, извлекается в момент конфликта». Но «джоу» означает и рисовать. Что мы увидим далее, язык пришельцев будет именно вырисовываться. Они будут словно рисовать им на экране. Пока же во время потрясающего лонгшота с высоты птичьего полета мы впервые любуемся инопланетным кораблем, который в оригинале называют «Шелл» – раковина или «скорлупа». И он действительно напоминает по форме вытянутое яйцо. По прибытии на базу полевой врач справляется у них о самочувствии, аллергиях, питании и интересуется, когда последний раз они испытывали стресс, принимают ли какие-то таблетки и не беременны ли Луиз. Эта отрешенность на ее лице служит еще одним подтверждением для новоиспеченного зрителя, однако, как мы уже знаем, ошибочным, что сильнейшее расстройство, вероятно, с последовавшими антидепрессантами, было связано с потерей ребенка. В штабе мы узнаем, что со всеми странными рецепиентами кораблей ведется непрерывный, круглосуточный телемост, один из участников которого пытается разобраться, почему именно так работает тайминг открытия дверей раковины, на что Иэн делает предположение о циркуляции воздуха и восстановлении комфортного давления для людей внутри. Агент ЦРУ Дэвид Хелперн, другой участник беседы, явно недоброжелательно настроен к гостям из иного мира. Уэбер ставит задачу добиться ответа на вопрос «Зачем они здесь?» того самого, который увенчал все постеры фильма. Он знакомит ученых с группой, сообщая, что ее и возглавит Луиз. Заменит предыдущего руководителя, которого эвакуировали в том самом специальном мешке. «Он не справился!» Звучит сирена. Команда облачается в защитные костюмы и отправляется к днищу корабля, где дожидается открытия люка. После демонстрации причудливого действия гравитации герой оказывается в переговорной комнате, где военные устанавливают оборудование и клетку с птицей. Мы впервые видим силуэты существ. Вернувшись на базу после сеанса, так сказать, посвящения, Луиз пытается обнаружить что-либо в аудиозаписи, услышать что-то в этом вое, реве. Этим же занимаются эксперты по всему миру. В это время нам показывают самую неправдоподобную, но нужную. Я объясню позже, почему. Линию, в которой солдаты смотрят телевизионные новости. В стране объявлен комендантский час. По городам прокатилась волна мародерств, для предотвращения которых стянута национальная гвардия. Горят церкви. Последователи культов пытаются разглядеть в этом событии то, что удовлетворяет их верованиям. В обществе начинается паранойя. Наступает время второго сеанса, к которому Луиз решает подойти с другой стороны. Она заготовила доску, чтобы попробовать наладить визуальную коммуникацию. Возможно, у них есть письменность. И это приносит свои плоды. На надпись «Человек». Каждая из пришельцев отвечает нарисованными. Напомню, Джоун. Чем-то вроде чернил кольцами, напоминающими кофейные пятна от кружек. Существа, классифицированные по внешнему виду на нашей Земле, скорее всего, как головоногие моллюски. Например, каракатицы. Прибывшие на Землю, обитающие в шелл, раковине. Как каракатицы. Их внутренняя раковина называется сипион и по форме напоминает корабль. Выпускают чернила, как каракатицы. И парят, словно плывут, в некоем тумане, как в воде. Каракатицы. Где-то в необъятной Вселенной. Жизнь, очевидно, тоже происходит из океана. Командование обеспокоено. Правильно ли учить читать и писать инопланетян? Насколько длительен этот процесс? И не смогут ли они использовать это знание против нас? Луис временно убеждает их в верности подхода выдуманным примером с кенгуру. Коллектив начинает работу с символами. Айин общается со своим преподавателем или наставником. Они делают вывод, что пришельцы не понимают основ нашей алгебры, но откликаются на комплексные системы. Это важный момент. Мы вернемся к нему позже. Агент Хелпорн докладывает геополитическую обстановку. Генерал Шан, китайский военный лидер, не поддерживает политику открытости, обмена информацией. И за любым его решением или действием последуют другие четыре страны. К следующему контакту Луис заготавливает словарь и объясняет Уэберу его назначение и вообще стратегию общения с существами, что убеждает полковника. Все правда ведет к получению ответа на главный вопрос. Взглянув на птицу, лингвист решается снять костюм, чтобы головоногие могли видеть жестикуляцию. Ведь так коммуникация работает у нас, людей. Рискуя, она касается барьера рукой и получает аналогичное движение тентаклем со стороны космического моллюска. Первый, почти тактильный контакт, налажен. За ней повторяет Иин, произнося краеугольную для понимания его персонажа реплику. К черту, все же все равно умирают, да? Действия ученых пугают сопровождающих их военных, тех самых любителей новостей, но им приказано продолжать сессию. Пришельцы, как кажется, Луис и Иину представляются, но за невозможностью дешифровать имена кольца, они нарекают их «Здесь я сделаю отступление и посвящу его иронии». Фильм о важности межязыковой коммуникации и взаимопонимания. Из-за трудности перевода или, скорее, других необъяснимых мотивов локализаторов, в русской адаптации лишается главнейшей детали, поддерживающей идею и помогающей лучше разобраться в символизме картины. Но не думайте, что это случилось только в России. Отечественные страшило и дровосек. В Эстонии, например, стали Бэтменом и Робином, а в Португалии – толстым и тонким. На самом же деле. И иноминует их Эбботом и Костелло. Но об этом позже. Заканчивается сцена ужасом на лице капитана Маркса. На пути к отсеку обеззараживания у Луис случается неразборчивое видение, которое даже тяжело таковым назвать, потому что абсолютно непонятно и в прямом смысле размыто, нечетко происходящее в нем. Вероятно, это больница, где ей передают результаты обследования дочери. На что она отвечает? Я знаю. Выбивающие героиню из колеи отголоски прошлого, подумает зритель. Будущего, скажу я. Первый микроскопический флеш-форвард после первого несодержательного обмена обеими сторонами надписями, выполненными чернилами. Луис обследована и здорова. Даже агент СРУ подтверждает прогресс. А в переговорной тот испугавшийся капитан общается с впавшей в истерику женой, которая переживает за него, волнуется и дочка, ведь папа работает с монстрами. Он пытается их успокоить, но будто сам не верит в свои слова. Луис же изучает окружности, чертит секущие, исследует элементы клякса и пытается разглядеть паттерны, когда случается первое, полноценное видение девочки, играющей в траве с гусеницей, чертящей круги и переворачивающей камни на воде. девочки, которую мы видели в прологе, ее дочери. На лице героини непонимание. Иэн знакомит нас с дальнейшими результатами наблюдений и изучения гиптоподов, как официально прозвали семеногих существ. Они не оставляют никаких следов. Их корабль из неизвестного человеку материала герметичен, не излучает электромагнитных волны радиации и не производит никаких газов или отходов. Люди гадают, кто они, зачем прибыли и почему высадились именно в этих точках планеты. Прорыв в анализе колец сделала Луис. Нет никакой связи между тем, что гиптопод говорит и пишет. Их язык семасеографичен. Символ обозначает понятие или значение, а не передает звук. Нам показывают, какие слова обнаружили исследователи в пятнах. Наша письменность возможно кажется им утратой иного канала коммуникации. Как и логограмма, их язык не привязан ко времени. У их корабля, тела, письменности нет направлений вперед или назад. Лингвисты называют это нелинейной орфографией, что поднимает вопрос, думают ли они таким же образом. Запомните его. Иин проводит аналогию. Если бы человек, взявший ручки в обе руки, одновременно писал одно из начала предложения, а другое с конца, при этом зная точно, где, какое будет слово и сколько места оно займет. ответ на сложное предложение, написанное гиптоподом за две секунды, отнимет у человека месяцы. А еще и расширение вокабуляра, на которое Луис отводит минимум месяц. В следующей сцене двое ученых наслаждаются вечерним видом недалеко от раковины. Иин восхищается, как Луис обходит те коммуникативные ловушки, о которых он даже не знал. Видимо, поэтому я одинок, шутит физик. Поверь, ты можешь знать все об общении и все равно закончить в одиночестве. Холодно парирует Луис. Одиночество. Вильнев продолжает укреплять догадки зрителя. Мне кажется, все, что происходит, это для нас двоих, замечает героиня. Это же хорошо, да? Ты и я. Посмотри, с кем мы работаем. Я рад, что у меня есть ты. Подытоживает Иин. В сеть же утекли фотографии пришельцев. В стране беспорядки и погромы. Активисты боятся биологического заражения. Среди восставших лозунг «Спасем наш вид!» Почти миллион человек протестуют в Вашингтоне против несправляющегося с кризисом правительства. Капитан Маркс и другие военные слушают в казарме какого-то радио и интернет-пропагандиста, заявляющего о заговоре, коррумпированной верхушке, угрожающей потере контроля над страной из-за вторжения. Он требует демонстрации силы и предупредительного выстрела. Солдаты переглядываются между собой. Двое ученых погружены в работу. Луис делает пометки. И внезапно случается очередное наваждение. В нем они с дочкой листают книгу. Она учит ребенка слову планета. Дочка показывает ей рисунок, школьное задание, придумать ТВ-шоу. Ее называется «Мамочка и папочка разговаривают с животными». Мама хвалит ее работу и сообщает, что вполне нормально грустить, что они с папой не вместе. Они все равно оба ее любят. Я знаю, это просто понарошку отвечает дитё. Иэн возвращает Луис в реальность. Полковник беспокоится за ее изнеможение и утомленность и советует навестить врача. «Не уверена, что могу объяснить», отвечает потерянная героиня. «Почему?» «Конечно, она не хочет говорить о разводе и смерти дочери», объяснит себе зритель, но смотрящий внимательно разглядит в детском рисунке птицу в клетке. Выйдя на воздух, она видит уже тяжело больную дочь и себя, накрывающую ее покрывалом. И здоровую, и задорную, с которой она нежно ласкается, с обеими она ложится в кровати». Иэн справляется у нее о самочувствии и получает ответ, что дело просто в недостатке сна. Они обсуждают гипотезу Сепера Уорфа, о которой читал физик. Согласно гипотезе, погружение в иностранный язык перестраивает, перепрограммирует мозг. Лингвист уточняет, что язык и его структура определяют то, как человек думает, и влияют на восприятие и видение вещей. На его вопрос, не снятся ли ей сны на их языке, она признается в наличии видений, и в момент ее раздражения о том, что это не делает ее непригодной к работе, в углу оказывается огромный гиптопод. Почитатели творчества Вильнева легко могли отметить эту отсылку к финальной сцене врага с паучихой в углу. Полковник будет Луис, и после прослушивания перехваченного звонка генерала Шана мы узнаем, что Китай и Россия готовы начать мобилизацию. Китайские специалисты продвинулись дальше всех и выяснили, что каждый корабль предлагает некую передовую технологию для людей, но в восстановлении контакта и налаживании коммуникации они использовали игру маджонг. Это пугает Луис, ведь в таком случае переговоры строились на соперничестве, состязательности, где всегда есть победитель и проигравший. Инструмент общения влияет на то, какими категориями ты мыслишь. Уэббер требует немедленного ответа на главный вопрос. С помощью программы на новом сеансе, на которой странно опаздывает Эббот. Лингвист собирает логограмму языка гиптоподов, содержащую некоторые декодированные ими понятия, и получает ответ предложение оружия. В штабе идет горячий спор о значении слова, но военные явно не намерены принять сторону Луис, объясняющей, что гости могут не различать людских понятий орудия и оружия. Иин высказывает предположение о некой сделке с человечеством, ради которой и прибыли пришельцы. От высшего командования поступает приказ отключиться от телемоста, который уже покинули Китай и Россия. Все страны действуют аналогично и международное сотрудничество терпит крах. Агент Хелперн прогнозирует самый худший сценарий. Инопланетяне хотят разделить и покорить землян, в мире которых нет единого лидера. В прессу просачивается сообщение пришельцев. Коалиция во главе с генералом Шаном готова применить силу. В это время капитан с другими солдатами используют суматоху для установки бомбы в корабле. Это та самая демонстрация силы. Предупредительный выстрел. Бойцы обрывают связь со штабом. Готовится диверсия. Ученые возвращаются на свой прерванный 36-й сеанс связи. А если учесть, что сеанс длится 112 минут и люк открывается спустя 18 часов, то прошел уже целый месяц. И мятежники им не препятствуют. Луис уточняет, что же за орудия они предлагают человеку. И спектр декодируемых понятий включает технологию, инструмент, метод, аппарат, вознаграждение, пожертвование, передачу, предложение, друг. И какое-то новое слово в усложненном сегменте кольца. Внезапно Эббот демонстрирует совершенно несвойственное гиптопода поведения. Начинает стучать по экрану, подзывая женщину к себе. Они снова, как при знакомстве, касаются конечностями барьера. Но на этот раз Луис составляет новую логограмму не с помощью планшета, а управляет чернилами гиптопода. Это кульминация овладения их языком. Она начинает писать на нем. Снова мимолетное видение дочери. Внизу слышны выстрелы. Завязался бой между диверсантами, которые, как уже очевидно, будут стоять до конца. И прибывшим подкреплением остается минута до взрыва, и Стелла гигантскую схему из тысяч колец. Но переговорщики не успевают даже прийти в изумление. Гиптопод неведомой силой выталкивает ученых из зала и запирает дверь, прежде чем взрывная волна заденет их. Пара без сознания зависает в невесомости шахты. Луис просыпается с контузией в лазарете и узнает от врача, что солдаты просто насмотрелись телевизора. А лагерь готовится к возможной эвакуации. Она возвращается в штаб, где же ведется обозрение последнего мега послания. Луис настаивает на возобновлении сессии, но командование против. К тому же в этот момент раковина с грохотом удаляется от земли и зависает на недосягаемой высоте. Китай с помощью своих экспертов передает инопланетянам 24-часовой ультиматум покинуть Шанхай. Фактически объявляет им войну и готовится к ракетному удару. Пакистан, Россия и Судан планируют последовать этому примеру. Штаты реагируют соответствующе, поднимают ВВС и пехоту на случай конфликта. Герои же погружены в код, расшифровка которого, по их оценке, займет годы. Во время этой работы у Луис случается новое видение, в котором уже взрослая дочь просит у мамы помощи с термином, описывающим ситуацию, в которой обе соперничающие стороны остаются выигрыши. Win-win situation с более научным термином, чем компромисс, на что мать, проявляя резкость, отправляет подростка с этим вопросом к отцу, ведь это он, ученый в семье. В семье, которая, как мы уже знаем, распалась. К отцу, с которым она уже разошлась. И с дрем ее возвращает Иин. Он совершил открытие, найдя закономерность в логограмме времени в коде, проанализировал массив и соотношение единиц информации к пустотам между ними и пришел к выводу, что полученное сообщение это одна двенадцатая часть всего шифра. С этим они отправляются к руководству в попытке убедить их в необходимости получить изыскание других наций, чтобы сложить картину. Каждая из двенадцати раковин содержит свой кусок пазла. Агенту Хелперну уже плевать на это. Декодинг это последнее, что волнует его, когда мир на грани войны. Он включает перехваченный сигнал. И сейчас я приведу главное доказательство того, почему фильмы не только для полноты эмоций и наслаждения от игры актеров, а понимание идеи и охвата всех мельчайших деталей необходимо смотреть по возможности только в оригинале. В русской локализации ЦРУшник включает трансляцию, на которой ученый пытается достучаться до мира. Слышны его слова. Мы перевели их заявление. Далее грохот, выламывание дверей, стрельба. Какие-то люди убили какого-то своего человека, поясняет агент. А сейчас я вам расскажу, что говорит оригинальный Хелпер, а не его дублер. Они перехватили русский канал связи и русские спецслужбы, чтобы предотвратить утечку казня от собственного эксперта, скорее всего математика, который первым в мире расшифровал послание гиптоподов, переданное в их последней сессии в России. Для этого он вышел в прямой эфир открыть миру правду. И диктор американского эфира переводит его русскую речь перед гибелью. There is no time. Many become one. I feel we have all been given weapons. Нет времени. Многие станут одним. Я думаю, нам всем дали оружие. Луис говорит, что возможно пришельцы потому и поступают таким образом, чтобы человечество объединило усилия и действовало сообща, чтобы многие стали одним целым. Как вы заставите остальных сыграть в это? Сотрудничать? Спрашивает агент. Тогда им предлагает сделку. Предоставить всем американскую часть шифра и называет это игрой с ненулевой суммой. Луис возвращается в прерванный мираж и отвечает дочери на заданный ранее вопрос этим термином. Точно? Спасибо? Подтверждает подросток. Пока все обсуждают как связаться с обладателями остальных частей кода во время блокировки каналов, а тем более как вернуть онлайн и посадить за стол переговоров не только союзников, у Луис начинается новый флеш-форвард. В нем небольшая капсула спускается на землю, а она протягивает руки в тумане к воздушным чернилам. Способ есть, смекает Иен. Сделать это с помощью гостей, высадившихся в каждом регионе непризываемых к диалогу наций. У них есть своеобразная радиостанция, функционирующая на нужной волне. Однако Уэббер ожидает приказа из Пентагона об отступлении. Ведь вернуть ученых в раковину на такой высоте невозможно. Их миссия окончена. Отныне все в руках руководства. Саркофаг же в действительности приземляется в поле и возносит вошедшую в него Луис в ту часть корабля, где всегда находились гиптоподы. Происходит первый безбарьерный контакт потрясенной героиней создания, реальные размеры которого нам показывают впервые Костелло. Где Эббот открывает диалог лингвист. Эббот процесс смерти отвечает чернилами Костелло. Как в видении она протягивает руки к черным парам. Сожалею. Мне нужно чтобы ты передал сообщение в другие места высадок просит женщина но гиптопод игнорирует ее. Ведь это не решение. Решение в другом и он его знает. У Луис есть оружие. Используй оружие. Я не понимаю зачем вы здесь? Воспроизводит она главный вопрос. Мы помогаем человечеству. Через три тысячи лет нам нужна человечество помощь. Откуда вы знаете будущее? Удивляется героиня. У нее происходит новое видение девочки. И мы наблюдаем как я считаю один из самых невероятных и приводящих в шок сюжетных поворотов в кино. Я не понимаю кто этот ребенок? Спрашивает Луис. Луис видит будущее. Говорит Костелло. А мы видим девочку которая для своего школьного проекта мама и папа разговаривают с животными. Лепит из оранжевого пластилина по цвету защитных костюмов своих маму и папу. А из темного создание осьминога с семью конечностями. А на том самом рисунке под родителями отчетливо расположилась клетка с птицей. Ребенок повествует о событиях происходящих на экране сейчас. И вся искусно выстроенная до этого обманчивая хронологическая цепочка дает трещину. Оружие открывает время. С этой фразой гиптобот уплывает в туман и возвращает Луис на землю. Раковина начинает поворачиваться в воздухе. К ней стягиваются танки. И накрывает трясущуюся от озноба героиню, а Уэбер подтверждает приказ об эвакуации. Россия и Судан последовали за Китаем. Луис пытается постигнуть случившееся, но ее говорящее на новом языке сознания уже начало свое перестроение. Упав в обморок на руках Иина, она видит себя с дочкой на берегу озера у своего дома. День недели воскресенье. Ты бросишь меня так же как папа? Спрашивает девочка. Ханна, папа тебя не бросил. Ты увидишься с ним на выходных. Наверное ему оставили право или они сами обговорили встречи с ней в определенные дни. Он не смотрит на меня так, как раньше, жалуется малышка. Это моя вина, признается мама. Я сказала ему кое-что, чего он не готов был услышать. Что интересуется ребенок? Веришь ты или нет, но я знаю, когда кое-что должно произойти. Не могу объяснить откуда, я просто знаю. И когда я рассказал это папе, он очень рассердился и заявил, что я сделала неправильный выбор. Именно эту фразу она говорит в завершении о ней, что я была не права в русском дубляже. Выбор это понятие очень важно, его нельзя опустить. Что должно произойти? Любопытствует Ханна. Это связано с одной очень редкой болезнью. Ее не остановить. Как тебя, когда ты плаваешь, сочиняешь стихи, делаешь все те вещи, которыми делишься с миром. Плачет Луис. Меня не остановить. Мама обнимает дочку и приходит в себя уже в объятиях Иина. Я только что поняла, почему от меня ушел муж, произносит она. Ты была жената? Удивляется Иин и усаживает болезненно бледный Луис в машину. Конечно он удивлен, ведь она бы сообщила ему об этом за месяц работы бок о бок. Удивлены и поражены мы. Но твист начинает раскручиваться. Все двенадцать объектов приходят с кораблей, танков и вертолетов. Когнитивные процессы в голове Луис начинают сплетаться. Параллельно мы видим настоящее, где в поднятом на уши и сворачиваемом штабе она включает компьютер и всматривается в последнее гигантское послание Эббота. И будущее, которое она поначалу начала бессознательно выхватывать кусками. Момент, когда дочка спрашивает о секрете своего имени, а мама объясняет, что Ханна это полиндром, который одинаково читается в обоих направлениях вперед и назад. Момент, где она распечатывает свою новую и посвященную Ханне книгу универсальный язык, в том числе от слова universe, вселенная, откуда и прибыли гиптоподы. Еще одна игра слов. Момент, где она читает студентам лекцию об этом языке. Он и является оружием, это их предложение и дар человеку. Она наконец прочитывает, пускай не с полным погружением схему из тысяч логограмм. Гипотеза Сепера-Уорфа становится эмпирическим фактом. Структура и устройство языка, в изучении которого лингвист продвинулась дальше всех на планете, согласно лингвистическому релятивизму отныне определяют ее восприятие вещей. В спешке она пытается объяснить это полковнику, что по-настоящему выучив их язык, начинаешь ощущать время как они и видеть, что случится. Для них время нелинейно, но для Уэббера это уже не имеет значения. Он считает, они сделали все, что могли и оставив ученых у вертолетной площадки и поблагодарив за вклад в общее дело, прощается. Иен отправляется выяснить, куда они полетят уже через пять минут. Проснись, мамочка. Этими словами начинается последнее и главное видение Луис. Она находится на каком-то рауте, балу, в банкетном зале которого на стенах развешаны флаги государств, территорий которых посетили топоды. Этот ряд венчает огромное полотнище с логограммой. Доктор Бэнкс, это огромное удовольствие. Обращается к ней генерал Шан. Она отвечает ему тем же. Ваш президент сказал, продолжает китайский лидер, что мой визит на праздник это честь для него. Но я признаюсь, единственная причина, по которой я здесь познакомиться с вами лично. Со мной? Я польщена. Спасибо, благодарит героине. 18 месяцев назад вы совершили нечто выдающееся, что не удавалось даже моему руководству. И что же это? Удивляется Луис. Вы заставили меня изменить решение. Вы причина нашего объединения. все потому, что вы позвонили на мой личный номер. Но у меня нет вашего личного номера, генерал. Он достает мобильный и показывает ей номер на экране. Не стану утверждать, что понимаю, как работает ваш мозг, но полагаю, вам важно было увидеть это. На ее лице проскакивает догадка. Я позвонила вам тогда. Именно, уверяет китаец. Нас возвращает в лагерь, где, следуя напоминанию генерала из будущего, героиня бросается искать телефон в настоящем. Им оказывается личный телефон агента Хелпорна, с которым тот не расставался ни на секунду. Звонок в Китай с его номера отслеживает специалист, и ЦРУшник немедленно отправляет отряд на поиски изменника. Приложив трубку к уху, она спрашивает себя, что я должна никогда не забуду, что вы сказали. Это были последние слова моей жены, отвечает генерал на саммите спустя полтора года, и, наклонившись, начинает произносить их на мандаринском. Она повторяет за ним, но уже в настоящем, когда действия происходят на экране, когда военные уже держат ее на прицеле, требуя бросить телефон, а Иэн закрывает ее грудью. Закончив, они вскидывают руки вверх, а повернутое в осознание и шок Луиз встреча с генералом подносит ладонь ко рту. Новостные репортажи снова передают не то, что вы могли услышать в русском дубляже. Ведущие телеканалов по очереди заявляют о том, что генерал созвал срочную пресс-конференцию и заявил, что китайская армия отменяет боевую готовность, а также что Пекин предоставит всем другим государствам свою разведывательную информацию. Так же поступает Великобритания и Россия. Все 12 частей медленно складываются воедино, объявляет последний ведущий, а во всех возможных ландшафтах и климатических зонах раковины корабли начинают растворяться в дымке. Снова звучит музыка Макса Рихтера, снова Дома озера и голос Эми Адамс. Все же тогда и началась твоя история, Ханна, в день, когда они улетели. И даже зная и видя весь свой путь и куда он приведет, я принимаю его, я приветствую каждое мгновение жизни. Она нежится с малышкой и мы узнаем, что ее отец Иэн. Иэн, если бы ты мог видеть свою жизнь от начала до конца, ты бы стал что-то менять? Спрашивает его Луис в поле после исчезновения корабля. Наверное, я бы говорил чаще о том, что чувствую. Сколько себя помню, я все время смотрел на звезды, но не встреча с ними меня удивила больше всего, встреча с тобой. Отставив бокалы, они танцуют и обнимаются в доме у озера и на поле. Я уже забыла, как хорошо обнимать тебя, признается она Иэну в поле, а он спрашивает у Луис в доме, хочет ли она завести ребенка. Пролетают моменты всей жизни их дочери. «Да», с невероятным воодушевлением отвечает она, «Да», обнимает она его еще сильнее в поле, закрывая глаза и принимая свою судьбу. Я смотрел фильм четыре раза, и все равно глаза были на мокром месте. Настолько драматичным и проникновенным вышел финал, и вся история, конечно же, которую я сейчас и поясню, а также отвечу на множество возникших вопросов и углублюсь в те детали, на которые просил обратить внимание. Оригинальная идея прибытия принадлежит американскому писателю-фантасту Теду Чену с его небольшим рассказом «История твоей жизни», адаптацией которого и занялся Эрик Хайзерер. Познакомившись с новеллой в 2006 году, он был одновременно опустошен и восхищен, и его мысли закрутились вокруг научных идей, принципа фирма и гипотеза Сепера Уорфа. Это цитата сценариста. С этим концептом он годами оббивал продюсерские пороги, но часто не успевал даже добраться до лингвистического аспекта картины. Церебральный, не франшизный сай-фай с ведущим персонажем женщиной. Нет, в такой студии не собирались инвестировать, а в одной даже предложили сначала сделать лингвистом мужчиной. Тем более, у него не было ни сценария, ни звезд, ни режиссера. И тогда он решился на шаг. Связаться с Ченом, человеком, которого он боготворил, чтобы уведомить его о том, что в нарратив будут внесены серьезные изменения для превращения произведения в Save the Planet Movie. Изменения, о которых мы поговорим позже, в том числе о том, как преобразился сценарий, ведь я заполучил и прочел его версию, попавшую в Блэклист 2012 года. Вильнев встречался с Хайзером не менее шести раз в течение полутора месяцев. Они проводили вечера за беседами о философии, науке и религии. «Во всех моих предыдущих опытах», — говорит сценарист, «я пересекался с режиссерами лишь однажды, после чего они увозили мое детище, и больше я никогда его не видел». Вильнев Вильнев же после утверждения проекта позвонил ему и сказал, «Что ж, Эрик, теперь мы женаты». И, кстати, Эрик всегда видел главной героини только Эми Адамс, так что его чуть ли не десятилетний путь, вынашивание или ление своего творения, его прохождение через все этапы взросления и трансформации окончился успехом и работой феноменальной интернациональной команды, прямо как его киноадаптации. Канадский режиссер, исландский композитор, новозеландский звук, мексиканский концепт-арт, британский дизайн, американское научное обоснование и код. Да, у фильма есть научное обоснование, за исключением одного пункта. Места высадки кораблей не имеют никакого значения. Гиптоподам просто нужно понять людей. Им все равно на пропасть в уровне жизни между Сьерра-Леоной и Австралией, Японией и Венесуэлой идеологическое соперничество за мировую гегемонию между США и Китаем, культурные различия Дании с Суданом или Пакистана с Великобританией, они прибыли к человеку, а не к нациям, расам, религиям и цветам кожи. Только одно место посадки было выбрано не беспричинно. В Англии корабль оказался над домом оператора Роджера Диккенса в Девоне, который не смог снимать эту картину для Вильнёва. И тот вот так пошутил в ответ. Оператора, кстати, канадец искал среди тех, кто не снимал ранее sci-fi, иначе прибытие будет похоже на всю остальную фантастику, заявил режиссер. Сейчас Роджер Роджер вновь работает с Дэнни над бегущим по лезвию 2049. Что же до 12 раковин, в которых кто-то мог разглядеть параллель с 12 апостолами, несущими человечеству новое знание, или 12 секторов циферблата вместе образующих, вспомню Раста Коулу, плоский круг времени. Увы, но это просто их количество. Нет никакой логики высадки головоногих, поэтому это и сводит всех с ума и сеет панику. И тут я вернусь к той самой неправдоподобной линии, связанной с диверсантами. В стране было отобрано всего 4 человека среди миллионов солдат и офицеров. И это люди с лучшими психологическими показателями устойчивости к стрессам. Самые крепкие, способные, исполнительные и твердые характеры. Но дело даже не в этом. Ни одному контактирующему с внеземным разумом военному, на которого возложена судьба можно сказать человечества. Не позволено было бы зависать в интернете, слушая теоретиков заговора и других пропагандистов. Более того, некоторым военным во время спецопераций и сегодня ограничивают любой доступ к СМИ и прессе. Иначе они смогут поставить под сомнение приказ, сочтя его преступным, если, например, прочтут о намеренной провокации, которую с помощью них планируют их командование. А здесь пришельцы. В такой обстановке никакого телевизора, радио, газеты, выхода в сеть и быть не может. Их реальность ограничивалась бы происходящим на базе и звонком сверху. Любой другой выход из нее карался бы, возможно, даже тем, как поступили с русскими специалистами. Потому они не препятствуют проходу ученых в заминированную переговорную, ведь ученые для них пособники врага. Но это реальность. Фильм же показывает нам, как перед лицом угрозы и неизвестного гипотетически может сломаться даже самый сильный и подготовленный. Что уж говорить о пожилой женщине, которая звонит Луис в начале фильма, ее мать, беспокоится не за потерявшую ребенка, дочь, а как и все люди, банально, из-за НЛО. Они даже обсуждают, какие каналы смотреть не следует. В наводнившем мир хаосе, заполненным неразборчивым и порой лживым информационным шумом, когда вокруг уже почти никто не слушает, лишь героиня Эми Адамс пытается что-то расслышать. Вспомните, как не смогли расслышать русские. Они интерпретировали фразу «нет времени» как сигнал к срочному действию, а не то, что для гиптоподов времени просто нет, не существует. Это триумф женского персонажа в кинематографе, когда среди политиков, военных, спецагентов с физиками и математиками, всех, кого мы привыкли видеть мужчинами, среди этой маскулинности, как Кейт Мейсер в Сикарио, женщина, вооруженная эмпатией, пытливостью и интуицией, несет на плечах бремя будущего всего человечества и личной трагедии своей семьи. Интуиция, кстати, в психологии является инструментом нелинейного мышления, но о нем позже. Чуть ранее я упомянул код. Язык, объект декодинга Луис Бэнкс в новелле Теда Чена походил на тянущихся друг к другу причудливых богомолов в разных позах, нарисованных в курсиве и создающих иллюзию эшеровской геометрии. Насколько тяжело было такое понять лингвисту, настолько же непросто было это создать. Эльфийский, дотракийский и пандорский навий опираются на существующую морфологию и грамматику, используют известные образцы. Здесь же не пунктуации, не порядка слов, а склонения и спряжения спрятаны в толщине мазков. Это стало задачей Патриса Вермета, который вместе с композитором Йоханом Йохансеном и оператором Роджером Диккенсом работали с Вильневым над пленницами и убийцей Сикарио. Теперь понимаете, почему Дэнни так расстроился о потере четверти своей слаженной команды? Я сумасшедший, я углубляюсь в детали, 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 говорит художник. Не думаю, что в фильме должно быть что-то только потому, что оно красиво выглядит. Оно должно иметь смысл. Он хотел создать не бессвязные красивые картинки, а письменность, в которой, уделив достаточно времени и проявив должную страсть, можно начать различать закономерности и повторения. В действительности было создано более ста имеющих смысл и диаграмм, в каждой из которых заключена вселенная и планируется издание их словаря. Подход к дешифрованию, кстати, был более обширен, чем показано в фильме. Кроме китайской игры Маджонг, была игра на виолончели и музыкальные коннотации в Японии, а также язык жестов у экспрессивных латиноамериканцев. Реальный лингвист консультировала и снабжала примечаниями создателей по стратегии его расшифровки. Хайзерер, по его словам, как писатель, нуждается в экспертах в каждой области, которые, подобно полицейским, разъяснят им, что они ничего не нарушили ни в одной из сфер и подали все максимально точно. Поэтому была и группа физиков. науку для прибытия как Кипторн для Интерстеллара делал авторитетнейший Стивен Вольфрам, создатель Вольфрам Ресерч, Вольфрам Альфа, Вольфрам Математика и их программного языка Вольфрам Лэнгвич. Именно его Стивен и в большей степени его сын Кристофер использовали для программинга гиптоподской письменности. Да, все, что вы видите на экране, это не графика, это реально работающий код, который анализирует реально созданный язык и все завихрения, капли и кляксы имеют под собой настоящую математическую модель. В картине даже есть кадр с анализом кольца инопланетян, где можно увидеть код на Вольфрам Лэнгвич в записной книжке Вольфрам Лэнгвич и алгоритм делает именно то, что указано в записной книжке. О своем опыте работы над созданием фильма Стивен рассказал в своем блоге очень подробно, интересно и даже слегка научно перегружено. В описании я оставлю ссылки на оригинал и русский перевод статьи для тех, кому мало науки, потому что если в книге Чен часто апеллировал к принципу Ферма, то в фильме роль физика и его физика математических открытий абсолютно нивелирована. Вроде как даже сцена с демонстрацией этого оптического постулата была вырезана, отчего складывается впечатление, что Реннер находится в картине, чтобы стать мужем героини. На что же сделан упор и в новелле, и в адаптации, так это на гипотезе Сипера Уорфа. Язык гиптоподов нелинейен. Они видят историю не как последовательность, а в целостности, как совокупность всех уже бывших и еще только предстоящих фактов. В каждый момент временной шкалы ограничены их жизнью. Они обладают знанием о происходящем во все моменты этой шкалы, таков и их непривязанный ко времени язык. И тела, и корабль, вообще все не имеет направлений вперед или назад. И чем больше героиня погружается в понимание этого языка, тем сильнее, согласно этой гипотезе лингвистической относительности, перепрограммируется ее собственное сознание, и она теряет линейность восприятия времени. Режиссер мастерски делает это и с нами. Он имитирует, симулирует такое восприятие для зрителя, сплетая по ходу сюжета настоящее, прошлое и будущее. И мы, как и Луис Бэнкс, распутываем этот временной клубок только к финалу. Этот же прием использовал Тед Чен. Его рассказ, как и пролог и эпилог кино, написан в виде обращения матери к дочери в момент беременности ею в настоящем времени. События контакта с гиптоподами в прошлом, а все происходящее после рождения вплоть до смерти девочки в виде воспоминаний. В будущем мы, вместе с героиней, постепенно двигаемся к находке по следам ее видений. Поначалу неосознанных, но после обретения ее знания о языке инопланетян, уже более осмысленных, кульминацией и становится применение этого знания для извлечения, именно извлечения, а не телепортации, информации из будущего, для использования ее в настоящем. Я говорю о звонке генералу. Он сообщает ей номер телефона и последние слова своей покойной жены, как и вообще то, что она ему позвонила или должна позвонить. Только спустя 18 месяцев после того, как она совершает сам звонок, то есть причина звонка находится на временной шкале хронологически позднее, чем ее следствие сам звонок, что нарушает принцип причинности в нашей классической физике. Именно этот парадокс и убеждает китайца изменить свое решение. Здесь я уже отмотаю стрелки назад и вернусь к разбору интерстеллара. В отличие от данных по условии истории твоей жизни и прибытия способностей гиптоподов, то есть их не нужно доказывать, в интерстелларе отсутствует какой-то иной высший разум или божественное проведение, дарующее человеку подобное орудие и возможность нарушать физические принципы, по которым мы живем сегодня. Более того, там сами земляне становятся людьми нового измерения, для становления которыми им надо было бы преодолеть болезнь растений на земле, спастись от которой им помогают люди нового измерения. Как это? Именно это нарушение принципа причинности, искажения, несостыковка с нашей реальностью побудили взяться меня за декодинг шедевра Нолана. Потому я вдвойне благодарен создателям прибытия, ведь спустя два года мои размышления и интерпретация сюжета картины гениального британца, то есть уже моя, а не Сипер Уорф и гипотеза, подтверждается посредством размышлений над детищем гениального канадца. Таких лишенных казуальности причудливых существ еще за полвека до Вильнёва и за 30 лет до Чена создал другой, выдающийся американский писатель Курт Ваннигуд. Открыв бойню номер 5, вы познакомитесь с телепатически общающимися друг с другом пятиполыми созданиями с глазами на ладонях тральфомодорцами. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Тральфомодорцы умеют видеть разные моменты совершенно так же, как мы можем видеть всю цепь скалистых гор. Они видят, насколько все эти моменты постоянны и могут рассматривать тот момент, который интересует их сейчас. Только у нас на Земле существует иллюзия, что моменты идут один за другим, как бусы на нитке, и что, если мгновение прошло, оно прошло бесповоротно. Эта нелинейность мировосприятия гиптоподов очевидно подчеркнута в первую очередь круговыми идиограммами их языка, но есть еще и форма тела. Я уже говорил про их схожесть с земными морскими обитателями, некоторым из которых присуща радиальная или лучевая симметрия. То есть, если стрекающих, например, медуз или иглокожих вращать вокруг своей оси, то их тело при этом вращении будет совпадать с самим собой. К этому очень близки изображенные гиптоподы и их конечности тентаклей. Кстати, круг, наряду с шаром, цилиндром и конусом, в геометрии обладают радиальной симметрией. Во-вторых, нелинейность заключена в кольцевой композиции фильма, ведь к финалу повествование спустя полтора часа метаний по временной шкале приводит нас в ту ее точку, а скорее в тот же отрезок длиной в жизнь дочки, который был прерван в прологе. Вспомните, сейчас я не уверена, что верю в начало и концы. Ее имя Палиндром в оригинале Ханна тоже не имеет направления вперед или назад, ведь одинаково читается с обеих сторон. Цикл можно также разглядеть в сворачивающейся гусенице, с которой играет Ханна. И в природе существования самой гусеницы гусеница, куколка и магу, яйцо и снова гусеница. Но самым главным и скорее всего ускользнувшим от российского зрителя намеком на хождение по кругам являются имена гиптоподов Эббот и Костелло. Получили они их в честь Бада Эббота и Лу Костелло, участников одноименного американского комедийного дуэта середины прошлого века, оставивших после себя огромное юмористическое наследие. И их главным классическим скетчем является «Who's on first?» Его запись даже хранится в национальном бейсбольном зале славы и музея США. В этой репризе менеджер Эббот пытается представить игроков своей бейсбольной команды новоиспеченному Костелло. Однако их имена или прозвища это «Кто?» «Какой?» «Я не знаю?» «Зачем?» «Потому что?» «Завтра и сегодня?» «Who's on first?» «Кто на первой?» «Базе имеется в виду?» Спрашивает новичок. «Да», отвечает менеджер. «Что «да?» «Да, кто на первой?» «Я не знаю». «Нет, я не знаю на третьей». «Я говорю, кто на первой?» «Да». «Да что «да?» «Какое имя игрока на первой базе?» «Нет, какой на второй?» И так это продолжается бесконечно. Они проходятся по всем спортсменам, отчего бельмесость только усугубляется. Костелло негодует. «Скажите мне имя Питчера». «Завтра», обозначает Эббот. «Почему не сегодня?» «Сегодня же Кэтчер?» «Да почему не сказать оба имени сейчас?» Таким образом, между ними царит полное непонимание, мискоммуникация, и каждый раз Костелло заново начинает цикл вопросов, а Эббот объяснений. Они будто говорят на разных языках, и в этой петле понятия игроков первой и второй базы для Костелло спутались. Также восприятие гиптоподами нет последовательности, хронологии, нет линейности. Они не могут сказать «Who is on first?» «Что первичнее?» Ведь для них все происходит одновременно. Оттого и нет понимания завтра и сегодня. Вы спросите, позволила ли выпущенная лингвистом книга Universal Language всем прочитавшим ее воспринимать время так же? Конечно, нет. Ни учена, ни в кино. Там генерал признается, что не понимает, как работает ее мозг. А сама она не может объяснить дочке, откуда знают некоторые вещи, если припомнить. Люди не могут этому научиться. Это сравнимо с каким-нибудь учебником по шумерской культуре, например. Их клинопись, то есть логографическая письменность, тоже не имела привязки ко времени. Мы почти ничего не знаем о фонетике языка. Его языковая группа не выделена, да и носителей явно не сохранилась. Прочитав такой труд, вы вряд ли заговорите на шумерском. Луис Луис же единственной на планете была в непосредственном контакте с самим существом, писала его чернилами, да и вообще продвинулась дальше всех в своих открытиях. Русских же убили. К тому же мы ничего не знаем о полноте ее видения будущего. За редким исключением все ее пророчества связаны с жизнью дочери. Книга, между прочим, посвящена тоже ей. Поскольку это самые эмоциональные и важные годы ее и, наверное, любой женщины жизни. У Чен она признается, что сожалеет о том, что не может погрузиться на глубину, а вынуждена барахтаться на поверхности этого знания. Возможно, из-за столкновения человеческой линейности и гиптоподской нелинейности восприятий эти флэш-форварды так фрагментарны. Не знаю, но одно известно точно. Она уникальна. И эту уникальность унесет вместе с собой. Никто не продвинется в языке дальше, чем Луис успела при гиптоподах. Хорошо, пусть так, но если ее знание распространяется лишь на период человеческой жизни, то как человечество узнает о том, что произойдет через необходимые три тысячи лет и что будет использовать для помощи гиптоподам? Да, сам визит пришельцев займет у ученых столетия для объяснения всех физических принципов работы и перемещения их корабля, биологических теорий об устройстве и функционировании их организмов, химического анализа материала раковины, просто их появление и небольшое наследие совершит революцию в научной мысли, философии, математика, астрономии, да может быть пересмотрена жизнь самого человека и общества. Вероятно, и к такому восприятию времени тоже придем и головоногим поможем. Хотя, да кто захочет знать свою судьбу, а тем более смерть, спросите вы. Вот она главное, я считаю. Помимо объединения, кооперации, нахождения общих целей, преодоления барьеров и принятия новых культур, понимания тех, кто отличается от тебя, главное и самая дискуссионная идея творений Чена и Хайзрера детерминизм. По мнению фантаста, сценаристы занимаются тем, что берут протагонистов рассказы или романы и конструируют вокруг них совершенно новый сюжет, в котором персонажи выполняют те же роли. В результате фильм остается верен духу произведения, но порой радикально разнится с текстом оригинала, что произошло и с прибытием. На этот момент я обращу внимание в заключении декодинга. Попрошу вас, уважаемые слушатели, далее максимально сосредоточиться, хоть и уже достаточно времени длится разбор, потому что я буду рассуждать о, скажем так, более сложных материях. Очевидно, что гости из других миров не обладают так называемой free will, свободой воли. Это краеугольное понятие философии, споры вокруг которого идут тысячелетиями и не прекращаются до сих пор. Для этих созданий не существует свободы выбора. гипотоподы знают, что должно произойти и следуют этому знанию. Говоря простым языком, они проживатели предначертанного. Это и называется детерминизмом, согласно которому все происходящее в мире, включая ход человеческой жизни и истории, предопределено. Имеется только одно точно заданное возможное будущее. И знание этого будущего несовместимо со свободой воли. То восприятие мира, которое позволяет делать свободный выбор, не дает возможности познать будущее. И наоборот, узнав будущее, я никогда не стану действовать против него и даже не расскажу другим о том, что знаю. Те, кому ведомо будущее, никогда о нем не говорят. Никто из заглянувших в книгу времен ни за что не признается в этом. Сейчас я процитировал героиню истории твоей жизни Чена и пояснил тот возмутивший многих аспект их отношений с Иеном, ее умалчивание о том, что их дочь погибнет. Все, кто счел это жестоким, эгоистичным и даже предательским актом просто не понимают философии доктрины детерминизма. Луис может предотвратить появление Ханны на свет ровно настолько, насколько вы можете изменить свое прошлое. Погружаясь в гиптоподское восприятие времени, вы перестаете осознавать концепцию выбора. Просто мы, линейные, скажем так, люди, не способны взять в толк, каково это, когда нет выбора. Как это, зная будущее, не повлиять на него ради выгоды, блага, здоровья детей и других бенефитов? Как это, при рождении, вынести ребенку смертный приговор? Но, зная будущее, на него нельзя повлиять, можно лишь принять неизбежность вещей, в которых вы отныне не влиятель, вы созерцатель, вы ощущатель, вы проживатель. Этого не понял и Иэн, уйдя от Луиса словами «Ты сделала неправильный выбор». Но для нее его не было, потому нельзя оценивать ее поступок и применять наши нормы нравственности и человечности к восприятию мира, который этого не подразумевает. Чен пытается смягчить жесткость этой идеи, говоря о том, что гиптоподы не просто беспомощные автоматы, мол, их личные мотивы все же совпадают с некими историческими целями. Но ведь для человека, особенно имеющего в первый период своей жизни свободу воли, это страшно и чудовищно беспощадно. Это ставит лично меня перед дилеммой. Стоит ли тогда жить? Дар ли это? Или проклятие? И этот вопрос взволновал и Хайзрера. Он говорит следующее. «Новелла была очень непреклонна в отношении детерминизма. По сути, в произведении Луис не дано было выбора. Я взбунтовался и сказал «Тед, это не сработает для фильма, извини. Надеюсь, ты не возражаешь, но я хочу изменить суть. Если сейчас он меня ненавидит за это, пусть так и будет. Но я хотел сделать глубокое и проникновенное заявление. Она именно выбирает Ханну, несмотря на знания о том, что случится в ее жизни. Это незаметный момент в фильме, но он очень много значит для меня. Сценарист говорит о вкладе Ханны в мир, о ее, вспомните, неостановимости. Пусть в какой-то момент сердце ребенка и перестанет биться. Скольких других людей не затронула бы эта жизнь. Вот то конструирование нового вокруг протагонистов, о котором размышлял Чен. Вот что кардинально разнит фильм с оригиналом текста, и разница заключена в вопросе, который задает Иину Луис в финале. Если бы ты мог видеть свою жизнь от начала до конца, ты бы стал что-то менять. И он бы не стал. Не стал. И многие подумали, что он не знает всех условий грядущей трагедии, иначе бы он сказал по-другому. Это не важно. Он не стал бы. Он, не познавший нелинейности времени, детерминизма, предопределенности. Он, человек свободной воли, не заглядывавший в книгу времен. Не стал бы. Не станет. И она. И она обнимает его крепче, потому что знает, что когда-то потеряет. И она выбирает прожить и прочувствовать каждый момент, несмотря на то, что радость и счастье будут соседствовать с болью, потерями и огорчениями, о которых она уже знает. Она выбирает вдохнуть и ощутить каждый миг этого путешествия, какой бы эмоцией он не был наполнен. Амор-фати, любовь к судьбе, цена-каждая засечка на временной шкале. А все вместе они составляют историю, историю твоей жизни. Все же все равно умирают, да? И это не повод отказываться от жизни, какой бы продолжительной она ни была. Стоп. Все же все равно умирают. Это же та фраза Иина, на которую я сделал особый акцент. Как иронично, рискуя своей жизнью, он так легко говорит о неизбежности смерти. Но когда она касается его ребенка, он покидает семью и уже по-другому смотрит на Ханну, оставляя Луис навсегда с этим чувством вины. И кто же больше-то не прав? Хайзерер отходит от жесткого и такого пугающего детерминизма Чена и наделяет героиню кажущейся и такой приятной свободой выбора. Почему кажущейся? Потому что она следует тому выбору, который уже знает, что совершит. Предназначение того самого вопроса Иину я только что объяснил. В сущности она как бы получает от него одобрение на уже увиденное будущее. Но по-другому-то быть и не могло. И прекрасное философское учение, заявляющее о совместимости свободы воли с детерминизмом, действительно существует и называется компотибилизмом. Его суть самым простым языком была сформулирована Шопенгауэром. Человек может делать то, что он желает, но не может желать, что ему желать. Вдумайтесь в это. Для тех, кто хочет глубже изучить это понятие, в описании я оставлю статью в защиту компотибилизма за авторством доктора философских наук завкафедра истории и зарубежной философии философского факультета МГУ. Также я пообещал рассказать об очень важных изменениях, которые претерпел сценарий, поскольку, если бы я не прочел его версию 2012 года, то от меня ускользнул бы один важный момент. Что за обмен совершили пришельцы с людьми? Игра с ненулевой суммой, в чем она заключалась? Ясно, что Луиса брела иное восприятие времени, но какую помощь непосредственно сей факт окажет эгиптоподом? Если их язык, то не в полной мере познала лишь она. Передать его невозможно, да и три тысячелетия женщина точно не проживет. Хорошо, она исполнила свое предназначение, то есть приняла неизбежно и родила Ханну. Кстати, если задуматься, это еще один неостановимый вклад девочки, вместе с Луис, конечно, спасение целой инопланетной расы, которая продолжится после ее короткой жизни. Чтобы свершились события помощи эгиптоподам через три тысячи лет, в наши дни должно выполниться условие появления Ханны на свет. Сейчас я расскажу вам о том финальном диалоге между Луис и Костелло, который в прибытии оказался менее информативным, нежели его задумал Хайзерер с самого начала. Вдоль стен, то есть заполненной туманом комнаты или отсека, Костелло вырисовывает очень плотную цепь логограмм, которая образует вокруг Луис сомкнутое кольцо, как бы с гравировкой изнутри окружности, и объясняет, что это полная история его народа длиной в 3 миллиарда земных лет. Каждое звено этой цепи состоит из более мелких идеограмм, настолько плотных, что они похожи на сплошные темные линии. Она спрашивает, где же момент их истории сейчас, и Костелло перерубает полосой света одной из колец в самом конце, поясняя, что близится крах их цивилизации. И прибыли они на землю, чтобы, цитирую, помочь вам и научиться у вас власти выбора, не следовать отведенному пути, сбросить оковы предначертанного и выбрать неизвестное. Это единственная возможность выжить для нас. Она интересуется, должен ли в таком случае был умереть Эббот, тело которого находится в зале, и они оба его видят, такова ли его история. И Костелло отвечает, нет, Эббот это знак, знамение для всех нас. Он выбрал другую тропу, тем самым сломав свое будущее. Он доказал нам, что все гиптоподы свободны. В этом и заключается обмен. В картине на это сделаны едва заметные намеки, когда наставник Иина говорит, что гиптоподы не понимают нашу алгебру и исчисления. Но позже Костелло сообщает, что помощь им понадобится через 3000, то есть он смог интерпретировать арабские цифры и с помощью них изобразить натуральное число. Лет, то есть он смог постигнуть земные единицы измерения такого непостоянного для них параметра. Гиптоподы, даруя нелинейность Луис, принимают от нее человеческую линейность, хронологичность. Бартер происходит в последний кульминационный 36 сеанс общения. Вспомните постукивание Эббота по барьеру. Это же абсолютно человеческий жест призыва, обращение внимания. Да вы даже увидите его в эпилоге, когда Луис стучит по окну дома, чтобы позвать Иина, стоящего снаружи на берегу. Поэтому Костелло никак не реагирует на сожаление, высказанный Луис. Его уход, который он описывает как процесс. Стадия смерти лишь освобождение для них. Он смог впервые выбрать свой путь, приняв смерть, как Луис принимает свой путь, выбрав жизнь. Была и другая причина не расстраиваться к кончине напарника. Для ее понимания снова обратимся к Ваннигуту. Самое важное, что я узнал о Тральфомадоре, это то, что когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив в прошлом, так что очень глупо плакать на его похоронах, когда Тральфомадорец видит мертвое тело. Он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде, но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфомадорцы говорят о покойниках. Такие дела. Кастелло в сценарии признается Луис, что она мегаграмме, конвертированной пришельцем в людские три тысячелетия. Гиптоподы видят тьму, мрак и забвение, и именно люди смогут осветить ее. Это лишь мое предположение, опирающееся на всестороннее изучение трудов Хайзерера. Наша линейность позволяет математическим моделям прогнозировать события и их исходы. Наша линейность позволяет подходить к решению проблем с разных сторон, приходя в итоге к оптимальному. И в 51 веке мы, я надеюсь, будем рядом, чтобы устранить причины катастрофы цивилизации далеких семеногих друзей. Как вы заметили, не все свое повествование я смог сопроводить наглядными кадрами из картины, потому что единственный легитимный визуальный источник на данный момент официальные трейлеры. Но из-за это с большой вероятностью меня лишили бы этого скромного дохода. Как уже произошло с половиной декодингов на моем канале. Да, в штате Warner Bros. существует вручную находить использование материалов, принадлежащих к компании. Что я считаю несправедливым, ведь я не паразитирую на чужом труде, а сам провожу колоссальную работу и, по сути, подталкиваю зрителя к повторному просмотру, размышлениям и рекомендации другим людям таких фильмов. Но больше всего меня пугает возможность блокировки видео. Поэтому во избежание риска того, что люди вообще не услышат и не увидят моих трудов, я отключаю любую монетизацию на этом разборе, который отнял у меня 120 часов на все изыскания и анализ. Чтение и прослушивание интервью создателей, многократный просмотр кино и тщательное сравнение его с оригиналом, наведение исторических справок, не говоря уже о литературном изложении, озвучивании и монтаже. К тому же я стараюсь сопроводить все свои пассажи подходящего настроя музыкой. Если вы сочтете данную работу заслуживающей поощрения, я был бы признателен вашей благодарности, естественно, абсолютно добровольный только при наличии такой возможности за все эти усилия. Если декодинг для вас что-то открыл, к чему-то подтолкнул или даже вдохновил, то все доступные реквизиты вы найдете в описании под видео. При желании сопроводите перевод сообщением, мне будет приятно прочесть и, конечно, я приглашаю вас в дискуссии и диспуты в комментариях, но призываю быть корректными и обстоятельными. На канале вы также найдете разборы Интерстеллара, Врага, Бёрдмана и моего любимого фильма «Оно следует за тобой». Подписывайтесь на канал в ожидании других декодингов, а я прощаюсь с вами до появления новых Церебрал Мувис. Пока! А, вот еще несколько интересностей касательно фильма, которыми я завершу это видео. Какие же были последние и судьбоносные слова супруги генерала Шана, который он произносит на мандаринском, отсутствуют даже субтитры «What does not make winners? Only widows». Война не порождает победителей, только вдов. В сцене обсуждения мотивов пришельцев в штабе недоверчивый ЦРУшник агент Хелперн высказывает догадку, что они могли прибыть на землю, чтобы разобщить и покорить человечество, добавляя, что для описания подобных действий у венгров даже есть слово. Оно не произносится в фильме, но Эрик Хайзерер в ноябре провел в Твиттере своего рода сеанс пояснений некоторых недосказанных моментов картины, развенчав и это слово. Солами Токтико или Солами Тектикс Солами Слайс Стратег это частный случай стратегии «разделяй и властвуй» для борьбы с оппозицией, которую впервые употребил и применил венгерский коммунистический лидер Матеш Ракуши, отрезая их политических конкурентов слой за слоем, как солями. В том числе вероломно, создавая с ними фракции, но сохраняя в тайне свои мотивы идеально-лживый компромисс, чтобы потом изгнать несогласных уже изнутри этого объединения, дискредитировать их или лишить голоса. Настоящая политическая диверсия, в результате которой вся власть сосредотачивается в одних руках. И точно последнее. Зачем они брали с собой на сессию птицу? Канарейка это самый чувствительный газоанализатор, точнее многих приборов, гибнущий даже от незначительной примеси метана и угарного газа в воздухе. В 20 веке рудокопы брали с собой в шахту, а в некоторых странах это было обязательным условием спуска под землю, клетку с пернатом и во время работы следили за птицей. Если она начинала проявлять признаки беспокойства или падала, люди покидали выработку. Вот и Луис снимает костюм, только убедившись, что животное в порядке. Самым главным преимуществом канареек является их неустанное пение. Птаха была чем-то противоположным в сирене. Пока слышалось пение, можно было работать. Но замолкнувшая птица сигнализировала об опасности. А теперь точно пока. Продолжение следует...